Зло Сегодняшний выпуск. Я решил посвятить злу. Мне кажется, пора раскрыть наши глаза и посмотреть, как может выглядеть сам дьявол, какие формы он принимал на протяжении веков. Надо признать, что зло может таиться абсолютно везде. Поэтому образов зла и обликов дьявола бесконечное множество. Христиане с первых дней существования церкви называли его сатана или дьявол. Но иногда его также называли другими именами, такими как Люцифер и Белиал. Возможно, самое известное изображение дьявола было создано английским поэтом Джоном Мильтоном в его шедевре 1667 года «Потерянный рай». В эпической поэме рассказываются две истории. Одна о падении человека, другая о падении ангела. Когда-то самый красивый из всех ангелов Люцифер восстает против в Бога и становится сатаной, противником. Всемогущий Бог, разгневанный, стремглав низверг строптивцев, объятых пламенем в бездонный мрак, на муке в адамантовых цепях и вечном наказующем огне за их вооруженный дерзкий бунт. Чтобы создать характер, Милтон опирался на идею дьявола, которая получила развитие на протяжении Средневековья и Раннего Возрождения. Это враг Бога и человека, повелитель ведьм и искуситель грешников. Этот персонаж в значительной степени закрепился в коллективном сознании христианского мира, но происхождение дьявола более сложное и источником может быть не только Библия. Голубой дьявол Перед нами мозаика из раннехристианской базилики Санта-Полинари-Нуова в Равенне, Италия. Здесь мы можем увидеть, возможно, самое старинное воплощение христианской идеи дьявола. На мозаике 6 века Иисус Христос одет в королевский пурпур и находится на страшном суде. Он отделяет души спасенных, которые представлены овцами от душ проклятых козлов. Обратите внимание, что грешники изображаются как козлы. Именно такие черты позже станут характерными для облика сатаны. За овцами стоит красный ангел, а за проклятыми – голубой. Оба ангела носят нимбы, устройство, которое изначально в древнем искусстве считалось символом силы, но не обязательно святости. Синяя фигура может быть Люцифером – падшим ангелом, известным как Сатана. В отличие от более поздних изображений, здесь он выглядит далеко не как рогатый копытный красный монстр, который нам известен из более поздних изображений. Стоит отдельно обратить внимание и на цвет. Казалось бы, есть несостыковка, как может зло быть представлено голубым цветом. Красный в VI веке не ассоциировался с адским огнем и дьяволом, как в более поздние века. А вот про голубой я не нашел информации. Надо признать, что в то время еще не сформировались определенные каноны изображения дьявола в иконографии, поэтому это может быть скорее импровизацией художника. Христианская Библия посвящает дьяволу лишь несколько отрывков и не описывает его внешность. В книге Бытия змей, искушающий Еву, тесно связан с сатаной, но многие теологи считают, что этот образ лишь повлиял на концепцию дьявола, которая укоренилась в сознании человечества значительно позже. Отрывки, намекающие на падение Люцифера, можно найти в книгах Исаии и Езекииле. Сатана Ветхого Завета не противник Бога, а скорее его оппонент. Об этом свидетельствует его роль в книге Ова. В Новом Завете сатана становится силой зла, он искушает Иисуса стать его слугой. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Его описывают, как охотника за душами. Первое послание Петра предупреждает. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Два дьявола Ветхого и Нового Заветов впервые объединились в Вульгате, в латинском переводе Сафрония Евсея Иеронима, еврейской Библии в 4 веке нашей эры. Фигуры дьявола объединились минимум четыре персонажа. Все они были разными антагонистами Бога, фигурировавшие в обоих заветах. В Исаии в 14 главе мы встречаем Люцифера Деницу, сияющий, который падает с небес. Темное существо В целом, до 9 века образ дьявола был несколько размытым. В основном зло изображалось как что-то темное и абстрактное. Например, в Библии 8 или 9 века, который хранится в Ватиканской библиотеке, Сатана выглядит как темный бескрылый странник. Его также окружает тьма. У него синие сапоги, а в руках крупный багор, которому скорее собирается мучить Иова. В штутгарской псалтыре можно также встретить многочисленные образы зла. Все они похожи друг на друга. Их объединяет крылья. Это говорит о том, что они те самые падшие ангелы. Темный, абстрактный образ существовал не случайно. Люди были прекрасно осведомлены о дьяволе и старались не придавать его образу яркость и детализацию. Он был подобен черному пятну, который хотелось поскорее отмыть. Старые боги и демоны В средние века внешний вид дьявола сильно изменился. То, что мы с вами наблюдаем на мозаике 6 века, в конечном счете, будет отброшено. Зло приобретает демоническую внешность. Более ранние религии во многом повлияли на образ дьявола с животными чертами. В древних вавилонских текстах можно встретить злых демонов по имени Лилит. Эти крылатые демоницы летали в ночи, соблазняя мужчин и нападая на беременных женщин и младенцев. В каббалистической теории Лилит, первая жена Адама, она появляется в книге Исаии, но традиционно переводится как «ночное привидение». Лилит стала олицетворением похоти, бунта и безбожия, черт характера, позже связанных с христианским дьяволом. Впрочем, нам будет трудно проследить иерархию зла. Нужно понимать, что зло также эволюционировало на протяжении веков, и образ дьявола не просто менялся. Помимо самого Люцифера, мы встречаем множество других проявлений зла, возможно являющихся прислугами дьявола. В русской традиции мы их именуем бесами, в европейской демонами. В одной из лучших, сохранившихся восточных византийских рукописей и одним из древнейших сохранившихся кодексов четвероевангелий, Евангелие Рабулы, созданном в 586 году, есть сцена под названием «Христос исцеляющий одержимого». Здесь мы видим как раз таких демонических существ. Это еще не сатана, однако он впоследствии будет иметь подобный образ. Животные мутации Ассоциация зла с животными вполне ясна. Таким образом, люди придавали образу зла самые низменные качества. Надо отметить, что пока в европейской культуре до 9 века зло, как я уже отметил, было темное и антропоморфное, и в целом напоминало скорее человеческую фигуру, на христианском востоке можно встретить совершенно иное изображение зла. В церкви святой Варвары, в Каппадокии, полупустынном регионе в центральной части Турции, сохранились любопытные фрески 9 века, на одной из которых можно увидеть необычное существо, напоминающее саранчу. Как считают многие историки, это изображение дьявола, ведь саранча ассоциируются с апокалипсисом и злом. Тем более, местные жители были лично знакомы с такой напастью, как саранча. Поэтому, возможно, для них это насекомое было настоящим злом. После 9 века образ сатаны в европейской культуре начинают активно меняться и, можно сказать, развиваться. Например, в псалтыре Барберинни 11 века мы можем наблюдать не только демонов, но и самого сатану. Демоны здесь также сохраняют свой черный цвет, однако сатана выглядит как огромное красное существо с собачьей мордой. Классические влияния также сыграли роль в развитии образа христианского дьявола. Когда христианство начало проникать в римский мир, языческие боги отвергались и их считали злыми духами. Фаван – наполовину козел, наполовину человек, который впоследствии отождествления его с греческим паном, считался похотливым богом природы, чьи плотские аппетиты позволяли ему легко ассоциироваться с запретным. Его козлиные рога и раздвоенные копыта стали синонимом греха и позже были приняты художниками в их ужасающих образах дьявола. Дьявола все чаще начинают изображать с рогами на голове. Впрочем, у нас нет доказательств, что пан повлиял на образ дьявола, ведь мы не находим изображения, похожих на пана до 11 века, когда образы античных богов были уже не в центре внимания. Такой образ зверя, как я уже сказал ранее, был скорее сформирован из-за сравнения зла с животными. Изображенная на картинах великих художников крылатая фигура стала культовой фигурой дьявола. Такие художники, как Джотто Дибондоне и Фра Беато Анжелика, часто изображали дьявола на картинах страшного суда. В них хищный сатана восседает в центре ада, радостно пожирая души грешников. Художник раннего возрождения Фра Анжелика хорошо демонстрирует нам ад в своей картине 1431 года страшный суд. Вооруженные копьями и шипами демоны издеваются над всеми проклятыми. Большинство художников очень подробно изображают наказания, которые ждут грешников, раздетые догола. Их души мучаются, они связаны, сожжены огнем, проглатывают расплавленное золото и разрывают друг друга. Центральная чудовищная фигура сатаны жестоко пожирает грешников. Однако позже крылья у образа сатаны появляются реже, словно он совсем потерял какую-либо связь с небесами. Трехликий дьявол На многих средневековых изображениях мы все чаще начинаем встречать трехглавого сатану. Таким образом, художники пытались показать противостояние зла творцу, попытки его пародировать. В одном из самых влиятельных литературных произведений мира, божественной комедии Данте, описываются самые глубокие области ада, где господствует сатана. И от изумления стал безгласен, когда увидел три лица на нем. Одно над грудью, цвет его был красен, а над одним и над другим плечом два смежных с этим в стороны грозило, смыкаясь на затылке под хохлом. Лицо направо бело-желтым было, а краска же у левого была, как у пришедших с водопадов Нила. Теологически представление о дьяволе также изменилось в этот период. Его роль в раннем средневековье была очень похожа на его роль в Ветхом Завете. Он был противником Бога, но не слишком активным. В средние века сатана превратился в агрессивную злобную силу, преследующую цель мучить как можно больше человеческих душ. Скрывающийся. В более поздние века изображения сатаны в искусстве превратились из жалкого зверя в более человечную фигуру. В течение 14 века Европа столкнулась с ужасным периодом, омраченным черной смертью, голодом и войной. Страх перед дьяволом и его влиянием усилился, о чем свидетельствует взрыв охоты на ведьму. В отличие от некромантов, церковь считала, что дьявол ищет женщин в качестве партнеров. Ведьмы подписывали пакты и творили зло от его имени. Люди больше не считались обманутыми сатаной, а были в активном сговоре с ним. К этому времени в европейской истории дьявол больше не сидел пассивно. Принимая активное участие, сатана присутствует в мире, крадет души и вербует людей для выполнения его приказов. Сатана все чаще изображается среди людей. Более того, он становится еще более хитрым, проникая в самих людей. Он активно маскируется, его становится трудно заметить. Художники начинают изображать олицетворение зла в образе одного из нас. Одержимость бесами упоминается в Новом Завете неоднократно. Причем в человека могут вселяться различные злые духи. Подобные художники изображали своеобразно. Они не скрывали злую сущность для зрителя. Однако окружающие люди, изображенные на картине, как бы не замечают зло. Греческий даймон, дух или божество любой природы, не всегда злой, вступивший в контакт с людьми, нес ключевой аспект для нового вида дьявола. С третьего века нашей эры, мистическая философия, известная как неоплатонизм, включала в себя теургию, магическую практику, направленную на практическое воздействие на богов, ангелов, архангелов и демонов, с целью получения от них помощи, знаний или материальных благ. Официальные христианские конфессии критически относились к теургии, поэтому подобное расценивалось скорее как сделка с дьяволом. Аврелий Августин Ипонийский так писал в своем труде о Граде Божьем. Такие названия дают этой науке те, которые стараются установить в этого рода вещах различия и из людей, преданных непозволительным искусствам. Одних считают заслуживающими осуждения, а именно тех, которых считают преданными гуэтии и которых народ называет просто злодеями, а других хотят представить заслуживающими похвалы, именно тех, которые занимаются теургией, хотя как те, так и другие одинаково преданы лживым обрядом демонов, выдаваемых за ангелов. Романтический дьявол К 18 веку дьявол снова облагораживается и становится почти похожим на Аполлона. Такие изменения произошли, возможно, из-за последствий французской и американской революции, которые пытались удалять наиболее суеверные элементы религии. По словам Бернарда Баррата, куратора отдела европейского искусства в Центре искусств Кантера Стэнфордского университета, люди начинают интерпретировать фигуру дьявола не сколько как демоническое существо, сколько как героического бунтаря против угнетения отцовского бога. На такие изображения дьявола также повлиял потерянный рай Джона Мильтона. Сатана выглядит почти жалким и трагическим героем. Заглянем в Льежский собор в Бельгии. Там находится одна из самых известных скульптур под названием «Гений зла», созданной Гийомом Гефсом в 1848 году. Ранее похожую скульптуру выполнил его брат Иозеф Гефс, но фигура дьявола оказалась слишком откровенной и сексуальной, поэтому было решено ее заменить. Увы, но дьявол не утратил своей сексуальности, хоть и стал более печальным. Прихожанки все так же не могли от него оторвать свой взгляд. С другой стороны, наш красавец выполнял свою прямую дьявольскую функцию соблазнения. Ничего личного. Пожалуй, один из самых загадочных и пугающих образов дьявола создал немецкий живописец Франц фон Штук. Картина Люцифер 1890 года принадлежит к мрачному периоду художника и представляет собой образ человека-демона. Люцифер Штука находится в растерянности и задумчивости. На его дьявольскую природу намекают массивные черные крылья и пронизывающий демонический взгляд. Эта работа очень сильная, так как она с одной стороны, демонстрирует некую депрессивную природу зла, которая пала на землю и, кажется, осознает свое бедствие. С другой стороны, это принятие своей ужасной сущности и невозможности что-либо исправить. Этот дьявол словно устал быть тем, кто он есть. Современный дьявол. В то время, как образ сатаны как красной крылатой рогатой фигуры сохраняется в современном популярном воображении, современные художники одарили дьявола самыми человеческими образами на сегодняшний день. Существует довольно провокационная работа 1984 года фотографа Андресса Серанно, которая называется «Рай и ад». К сожалению, показать здесь я ее не могу, а то Ютуб меня и так уже посадил в теневой бан. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, я выложу эту работу туда. На фотографии Андресса изображена обнаженная женщина, привязанная окровавленная, спиной к ней суровый кардинал с каменным лицом, который явно как-то ее мучил. Это изображение зла гораздо более неоднозначное, чем раньше, когда художники изображали явно злого зверя. В 20 веке, когда традиционные религиозные структуры разрушились, художники начали указывать на то, что зло может даже заключаться в самой церкви, которая так яростно заявляет, что противостоит ему. На картине Джерома Уиткина 1978 года «Дьявол как портной», сатана вовсе не выглядит как стандартный дьявол. Здесь это обычный человек, шьющий униформу для нацистов во время Второй мировой войны. Таким образом, дьявол становится человеком. Он менее персонифицирован как что-то злое, как какое-то злое существо. Джером показывает, что это сам человек, создает ад на земле.